На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам про фильм «Мгла», в котором город окутал густой туман, и обитающие внутри него монстры стали охотиться за жителями. Утром, после жуткой ночной бури, художник Дэвид Дрейтон и его жена Стефани осматривают повреждения. Упавшее дерево проломило их дом. Сын Билли зовет родителей посмотреть на еще один сюрприз. Сарай на причале разнесло еще одним деревом, растущим на участке соседа Дэвида, Брэнта Нортона. Рассматривая повреждения, Стефани замечает густой туман, спускающийся с гор. Дэвид отправляется к соседу, чтобы поболтать с ним по поводу дерева. На месте оказывается, что машина Брэнта разбита в смятку. Сосед спрашивает, не мог бы Дэвид подвезти его до города. По пути они замечают конвой военных. Брэнд спрашивает Дэвида про загадочный проект, Arrowhead, но тот об этом толком ничего не знает. Среди местных ходят одни лишь слухи, начиная от летающих тарелок и заканчивая замороженными инопланетянами. Приехав в магазин, Дэвид с сыном начинают набирать нужные товары. Чуть позже появляются трое военных, находящихся в увольнительной и желающих купить выпивки. Не проходят и минуты, как за ними приезжает военная полиция и велит незамедлительно возвращаться на базу. Стоя на кассе, Дэвид общается с другими покупателями. Среди них миссис Реплер и Аманда. Мимо магазина проезжают полицейские и пожарные машины, что заставляет покупателей немного понервничать. По всему городу начинают звучать сирены. Через стоянку в магазин врывается пожилой мужчина, Дэн Миллер, перепачканный в крови. Он кричит, что что-то в тумане схватило его знакомого и просит закрыть двери. Один из посетителей убегает, думая, что он успеет добраться до своей машины. По стоянке в панике бегают другие жители. Туман накрывает все вокруг. Слышны чьи-то крики. Посетители магазина в панике закрывают двери. Один из них говорит, что густая пелена за окнами может быть ядовитым облаком от взрыва на заводе. Вдруг на мгновение все затихает, а после начинается резкое землетрясение. Когда все заканчивается, одна из женщин говорит, что у нее дома остались дети и ей срочно нужно уйти. Никто не решается пойти с ней, и она уходит одна. Оставшиеся люди начинают наводить в магазине порядок. Миссис Кармоди, местная сумасшедшая, начинает поучать окружающих, что все происходящее, это судный день и жители сами во всем виноваты. Дэвид отправляется на склад за одеялом для сына. Тут происходит нечто очень странное. Металлическую дверь, что-то пытается выломать с другой стороны. Дэвид убегает и пытается рассказать об увиденном Оле, Джиму, Майрону и Норму, но они ему не верят. Вернувшись на склад мужчины выяснили, что выхлопной патрубок снаружи чем-то забился. Норм говорит, что готов выйти и устранить проблему. Дэвид еще раз пытается предупредить об опасности, чем вызывает у большей части собравшихся одно лишь раздражение. Наплевав на его слова, они открывают дверь. Поначалу ничего опасного никто не замечает. Перед ними лишь один непроглядный туман. Но внезапно появляются щупальцы, которые хватают Норма. Джима и Майрона сковывает ужас. Дэвид пытается помочь парню, а Оле берет топор. К сожалению щупальцы оказываются сильнее, и они утаскивают Норма. Прежде чем дверь закрылась, Дэвид успевает перерубить небольшую часть монстра. Злясь на Джима за бездействие, Дэвид бьет его по лицу. Кое-как успокоившись, мужчины пытаются придумать, как рассказать об увиденном остальным людям в магазине. А предупредить их надо, ведь в магазине стеклянные витрины, и если чудовище вернется, то оно без труда их проломит и попадет внутрь. Дэвид для начала, пытается уговорить своего соседа Брента, но тот не верит в его рассказ, считая его розыгрышем. Поэтому Оле собирает всех посетителей магазина, и они с Дэвидом обрисовывают им ситуацию. Поначалу многие поднимают их рассказ на смех. Никто не верит в щупальцы. Но после того, как нескольким желающим показывают обрубок монстра, все меняется. Люди начинают закладывать витрины всем, что попадается под руку. Миссис Кармоди тем временем, продолжает толкать свои проповеди, и даже находит нескольких сторонников. Но все же никто не воспринимает ее бредни всерьез. Пока что наоборот она многих только раздражает. Когда она рассказывает про необходимость кровавых жертв, ее успокаивают пощечиной. Оле сообщает собравшимся, что миссис Кармоди не очень дружит со своей головой. У Аманды оказывается револьвер, который отдают Оле, ведь он единственный, кто умеет обращаться с оружием. Тем временем Брент со сторонниками планирует уйти из магазина. Байкер решает пойти с ними до стоянки, но лишь для того, чтобы забрать из машины дробовик. На всякий случай его обвязывают веревкой. Группа выходит и исчезает в тумане. Через несколько секунд веревка, к которой был привязан Байкер, натягивается со страшной силой. Ее не могут удержать трое взрослых мужчин. Когда натяжение ослабевает, Дэвид и остальные начинают тянуть веревку обратно, но на ее конце оказывается лишь половина байкера. Чтобы хоть как-то подготовиться к возможному вторжению монстров, выжившие продолжают укреплять стеклянные витрины и ставят ведра с бензином. Джим и Майрон настраивают освещение, которое нужно будет включить, только в случае экстренной ситуации. Наступает ночь. К магазину начинают слетаться крупные насекомые. Их привлекает свет и запах еды. Вслед за ними появляются более крупные монстры, которые проламывают стеклянные витрины. Начинается паника, в ходе которой чудовищам удается убить несколько человек. Но и люди в долгу не остаются и уничтожают незваных гостей. Оля метким выстрелом убивает крупную тварь, которая хотела напасть на сына Дэвида. Кто-то начинает видеть в миссис Кармоди пророка, ведь днем она предсказала, что существа вернутся ночью и посеют смерть. Во время атаки, один из людей получил серьезные ожоги. Дэвид хочет собрать группу и отправиться в расположенную в нескольких метрах от магазина, аптеку за лекарствами. Помимо этого, он очень обеспокоен возросшим влиянием миссис Кармоди. Еще немного и ее последователи начнут в самом деле, приносить человеческие жертвы. Аманда спорит с Дэвидом, но кое-кто соглашается, что все скоро станет совсем плохо. Группа начинает собираться. Миссис Кармоди начинает утверждать, что такими действиями они навлекут еще большую беду. Многие с ней соглашаются. Дэвид и его команда добираются до аптеки. Оказалось, что монстры сумели проникнуть внутрь этого здания. Следовательно, их магазин не является таким уж безопасным местом. Группа находит нужные лекарства, а также выясняет судьбу спрятавшихся в аптеке людей. Их всех обмотали паутиной и подвесили к стенам и потолку. Показались и чудовища, ответственные за это, огромные пауки. Подвешенных жертв они используют в качестве инкубаторов для своих детенышей. Пауки атакуют группу Дэвида и даже убивают двоих. Остальным удается спастись, и они возвращаются в магазин. Механик Джим сходит с ума от пережитого, и становится ярым приверженцем Миссис Кармоди. Это еще сильнее укрепляет ее влияние. Большая часть людей, переходит на сторону безумной проповедницы. Они обвиняют в произошедшем военного Джессопа. Ему наносят многочисленные раны ножами, а после выкидывают на улицу. Там беднягу поедает огромный монстр. Власть Миссис Кармоди становится нерушимой. Дэвид и немногие его сторонники решают утром бежать. Но сектанты Кармоди окружают их. Безумная женщина приказывает схватить Билли и принести его в жертву. В хаосе Оля убивает Миссис Кармоди, немного отрезвляя ее последователей. Выбежав на стоянку, на группу Дэвида нападают монстры, убивая половину. Дэвид, его сын, Аманда, Миссис Реплер и Мистер Миллер залезают в машину и уезжают. Подъехав к своему дому, Дэвид видит свою мертвую жену, которую пауки превратили в кокон. Выжившие уезжают и не спеша идут по дороге, надеясь выбраться из тумана. Но на пути они встречают лишь мертвых людей и разных монстров. Кажется, что все человечество было уничтожено. В итоге у группы кончается бензин, и они останавливаются. Понимая безвыходность своей ситуации, все решаются на отчаянный шаг. В револьвере всего 4 патрона, а потому Дэвид убивает всех своих пассажиров, включая своего сына. Выйдя из машины в полубезумном состоянии от горя, он кричит, чтобы монстры быстрее оборвали его жизнь. Но в этот момент туман рассеивается, и Дэвид видит военных, которые добивают оставшихся тварей. Военные сопровождают и немногих выживших, среди которых есть женщина, покинувшая магазин в начале фильма. Дэвид падает на колени и начинает кричать, осознавая весь ужас произошедшего. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok